Всем привет! Рад приветствовать вас на канале Миниатюра Диорама. Давно не было роликов, сейчас начинаю плотно работать над двумя работами. Между тем, продолжаю лепку и проведя опрос у себя на страничке вконтакте, люди дали мне еще один пинок в плане того, что стоит сделать обзор на магазин, где я заказал вот этот материал Magic Sculpt. До этого я работал с запекаемыми пластиками, вот с такими, то есть суперскальпи. Что могу сказать по суперскальпи? Суперскальпи он достаточно жестче, чем Magic Sculpt. Но у него есть преимущества в плане, он дешевле, суперскальпи. И, наверное, если вы собираетесь начать лепить, то стоит использовать именно запекаемые пластики, не важно там суперскальпи или FIMO и прочие другие производители, только потому, что пока вы его не запечете, у вас есть время, можете лепить, 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 еще раз лепить и с Magic Sculpt. Таких вещей нет, то есть вы замешали, через три часа он застыл, три-четыре часа, то есть можно еще с ним работать, потом уже только доработка, спустя сутки с помощью всяких там шлифовальных инструментов и прочего. Что он из себя представляет? Это двухкомпонентная, эпоксидная смола. Это вот непосредственно смола, вот она мягкая. Я не пользовался раньше, но как понимаю, что он свежий, потому что он очень мягкий, он приятный такой, в работе не крошится. Сама смола в красной баночке и в синей отвердитель. Отвердитель более жесткий такой. Работать этим материалом удобно, ну, например, мне исключительно только вот такими вещами, силиконовые кисти, потому что он разглаживается просто изумительно. Достаточно немного воды нанести на кисти, и он гладится, распределяется. Есть вот маленькие кисти у меня и большие кисти. Большими, кстати, пока практически не пользуюсь. Данный материал в России, насколько мне известно, вот я просмотрел много, можно приобрести всего лишь в нескольких магазинах. Один из них, в котором заказывал я, называется он Кукла Ваза. С магазинами я абсолютно никак не сотрудничаю, чтобы там не было вопросов каких-то по поводу рекламы или еще чего-то. С магазинами я не сотрудничаю. Это просто для людей, которым это необходимо. Вот если из запекаемых пластиков в моделизме можно делать посуду, то все, в принципе. Но есть одна проблема из запекаемого пластика. Очень сложно сделать скатку, брезент, еще что-то. Из Magic Sculpt можно сделать все, что угодно, потому что его не надо запекать. То есть вы берете, смешиваете, раскатываете нужную толщину. Ну, я могу показать, в принципе, как это делается с помощью тонкого, такого гладкого полиэтилена, потому что я с этим уже поработал. Вот. Вот. Это у нас шляпка для моей ведьмы. Вот эти вот ленты. Сейчас я фокус на виду. Точнее, макро-макро-сделал. Вот. Вот эти вот ленты, они сделаны именно с помощью такого вот метода. Соответственно, можно сделать все, что угодно. Еще одно преимущество этого материала. Он очень прочный. То есть он безумно прочный. Это натуральный пластик, пластмасс. Вот такую шляпку я слепил для своей ведьмы. Пока. Вскоре продолжу над ней работу. Будут они у нас развиваться по ветру. Так же в моделизме. Из этого материала можно делать все. Вообще все. Начиная от посуды, заканчивая скатками, шинелями, конверсиями фигур. То есть это очень хороший материал. Но у него есть один недостаток. Это стоимость. То есть вот стоимость вот этих двух баночек. Смола и отвердитель. Серый я брал. Серый подороже. Почему-то не знаю. Почему? Видимо он более ходовой. Серый. Вот две баночки. Каждый по 100 грамм. То есть здесь 200 грамм материал на выходе. Стоит 800 рублей. Но если вы занимаетесь исключительно моделизмом и вам этот материал необходим для мелких каких-то там скаток, посуды. Возможно лепить кстати там всякие пожарные гидранты и прочее. Это очень легко, я вас уверяю. Вам достаточно попробовать. То его вам хватит очень надолго. Даже если лепить фигуры в 35 масштабе, этого материала, вот именно 200 грамм, его хватит на довольно-таки долгое время, продолжительное. Если вы хотите выиграть по цене, то можно брать 2 килограмма, по-моему 200 грамм. То есть 2 килограмма 200 грамм стоит, по-моему, 4000 рублей. Но все равно выходит гораздо дешевле, чем брать по 200 грамм. Все делаю. Я просто брал, мне хотелось попробовать. В будущем не знаю, может быть еще попробую моделайт софт. Пока он по акции. Можно взять килограмм 600 за 1600, по-моему. Но розового цвета, не пробовал, хочу попробовать. То есть, если вам интересен будет данный материал, его можно купить в России только в нескольких магазинах. Один из них куклобаза, а другие я даже, в принципе, не рассматривал, потому что мне понравилась и доставка нормальная, там разными способами и цена приемлемая. Я не стал искать лучшего. Как бы заказал там. Материал свежий, не крошится, поэтому, если кому-то будет интересно, можете по ссылочке в описании перейти и посмотреть, ознакомиться. Ну, там много всего, там в основном для кукол, глаза и прочее, прочее, прочее. Запекаемые пластики также для кукольников есть. Самотвердевающие есть, не двух компонентов, там одна компонентка. Кому будет интересно, заходите, смотрите. Всем, кому видео казалось полезным, подписывайтесь на новые видео, ставьте палец вверх. Всем пока!